Все живы и это главное. Несмотря на ЧП, хоккейный коммунальщик приступил к тренировкам. Сейчас что, надо бутсы покупать, клюшки кто-то даст, но кто-то надо покупать что-то. Медицинская медицина, у нас сумка сгорела. Ректор технического университета сегодня попрощался с коллективом вуза. Кто займет отныне вакантное место, пока неизвестно. Зрители в восторге. Мега-концерт в студии танца Лариса смотрелся на одном дыхании. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Коммунальщик» продолжит выступление в чемпионате страны, несмотря на серьезное ЧП. Напомним, в минувшие выходные огонь уничтожил административный корпус арены. Возгорание ликвидировали полсотни сотрудников МЧС. Даже этих сил не хватило для спасения большей части строения. Ущерб оценивают в 40 миллионов рублей. Кирилл Политов одним из первых оказался на месте пожара и первым на тренировке клуба уже после случившегося. Ему слово. Это их первая тренировка после происшествия. И хотя болельщики чуть ли не в один голос твердят, хоккей на траве закончился, в клубе твердо решили крест на них ставить еще рано. Жизнь продолжается. У нас чемпионат. Как бы здание зданием, а мы это мы. Команда целая, все хорошо, люди живые, настроение есть. Сейчас коммунальщик, словно коммунальная квартира. Детали гардероба общие. Экипировка на вес золота. Большую ее часть уничтожил огонь. На стадионе нет электричества и воды. Ситуация близка к критической. Фильм можно снимать про атомную бомбардировку или про войну. С юмором. Ну а что сделаешь? Для главного тренера и президента клуба Владимира Кобзева стадион уже давно стал вторым домом. Это все, что осталось от административного здания арены после разрушительного пожара. В кабинете хранились личные вещи. Возможно, вот в этих железных сейфах еще уцелели какие-то документы. Остальные трудовые книжки, архивные фотографии, деньги сгорели. Сгорели раздевалки, тренажерные и тренировочные залы. Через неделю клуб ждет серия выездных матчей. Игроков элементарно нет клюшек. На призыв о помощи откликнулись другие команды. Руководитель коммунальщика намерен обратиться к чиновникам края. Чтобы оказали нам материальную помощь, потому что сейчас что, надо бутсы покупать, клюшки. Кто-то даст, но кто-то надо покупать что-то. Медицинская медицина, у нас сумка сгорела, там все, даже йода элементарного нет. Пожар вспыхнул в самый разгар выходного дня. Тушили несколько часов, почти 20 цистерн и более 50 сотрудников МЧС. Не одновременно, конечно. В глобальной сети буквально сразу же появилась информация. Огнеборцы приехали слишком поздно. На эти высказывания свой ответ нам дал главный спасатель региона Игорь Лисин. Прибытие подразделения было своевременное. Сообщение поступило только когда уже непосредственно огонь вышел из внутри помещения на руль. Кто точно опоздал, так это сотрудники полиции. Многочисленные зеваки, среди них большая часть дети, стояли буквально в нескольких метрах. И только лишь взрыв заставил отойти публику на безопасные расстояния. Ого, Саша, ты все просмотрел, что ли? Сдетонировали, как потом окажется, две коробки медицинских препаратов, в составе которых пропан. Один пожарный получил перелом ноги, у второго легкая контузия. Удивительно, карета скорой помощи, дежурившая буквально в двух шагах, пострадавшим приехала не сразу. Свершилось, приехали. Из-за чего разгорелось пламя, сейчас главный вопрос. Сначала говорили о коротком замыкании. Позже появилась еще одна версия. Местные ребятишки, играя здесь с огнем, подожгли случайно сарай, вот от него осталась лишь крыша. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на другие соседние строения. И как потом признались сотрудники МЧС, огонь уже было не остановить. Пожар не тронул лишь само поле, оплавив только сетку за воротами и музейную комнату. Не так тушили. Именно эти слова скажет начальник МЧС региона Игорь Лисин подчиненным. Руководитель ведомства, по нашей информации, в жесткой форме обещал провести разбор полетов. Кирилл Политов, Александр Морозов, информационный канал «Город». Вторая волна паводка пришла в краевую столицу. Так считают сотрудники МЧС. С сегодняшнего дня вода в Аби вновь начала пребывать. В черте Барнаула от паводка традиционно страдают две территории – поселок Затон и поселок Лича. Дамба в последнем позволяет выдерживать приход большой воды до 6 метров. В Затоне при уровне 540 сантиметров над улем водомерного поста начинается подтопление земельных участков. По прогнозу Алтайского гидромета возможен уровень выше критического от 40 до 70 сантиметров. То есть где-то до 6 метров. Пик прогнозируем на конец первой декады, начало второй декады – июня. В центре Барнаула вновь падают куски штукатурки. На этот раз на тротуар обрушилась часть фасада на пересечении улицы Сизова и проспекта Калинина. Этот дом – постройки 30-х годов прошлого века. По словам очевидцев, к счастью, никто из прохожих не пострадал. Подобный инцидент произошел накануне и на улице Советской, благо также без серьезных последствий для горожан. Пользователи соцсетей сообщили и об отвалившейся штукатурке на проспекте Строителей. Напомним, что штукатурка в последнее время с фасадов и стен зданий падает регулярно и не всегда бесследно для здоровья горожан. 10 мая на проспекте Социалистическом упавшие обломки в покалечили случайного прохожего. С черепно-мозговой травмой он был госпитализирован и по-прежнему находится в больнице. Алтайский технический университет получил приказ Министерства образования об увольнении ректора Александра Ситникова. Официальная бумага пришла в вуз в пятницу вечером. На сегодня бывший руководитель учебного заведения уже попрощался с коллективом. При этом пока ни в министерстве, ни в университете не знают, кто займет вакантное место ректора. Напомним, министр образования Дмитрий Ливанов уволил ректора технического прямо на совещании с подведомственными вузами. Он указал на то, что Алтайский университет не получил аккредитацию вовремя. Незадолго до этого АлтГТУ проверяла многочисленная комиссия Рособорнадзора. В ближайшее время она должна была принять решение о выдаче в вузу нового свидетельства. Без аккредитации учебное заведение работает с 25 апреля. До получения нового документа вуз не может выдавать дипломы государственного образца. Это может усложнить жизнь выпускникам, поставил в вину Ситникову Ливанов. Почти три года мы все трудились в единой команде на благо нашего родного технического университета. Добивались и больших побед, были и недочеты. Как официально было объявлено, в связи с поздней подачей заявления об аккредитации, со мной был расторгнут контракт. Я очень надеюсь, что эта жертва была не напрасна, и в скором времени Алтайский технический университет будет аккредитован. В Барнауле уничтожили испанские апельсины. Без малого 6 килограммов раздавил обычный автомобиль на полигоне твердых бытовых отходов. Накануне специалисты регионального управления Россельхознадзора провели плановый рейд по торговым сетям и рынкам города. В результате на одном из магазинных прилавков увидели ценники с испанскими апельсинами. Фрукты сразу были изъяты и уничтожены. Индивидуальный предприниматель, который продавал санкционный товар, наказание не понес, поскольку он купил эти фрукты якобы на территории России. Данная продукция попадает на территорию России при использовании так называемого ложного транзита. Когда, допустим, те же апельсины могли двигаться из республики Беларусь в сторону Казахстана, но не доехали, так скажем, и были проданы где-то на территории России недобросовестным оптовикам. По данным специалистов, это первый в этом году случай продажи в Барнауле санкционного товара. В 2015-м таких было около 10. Если вы увидели на ценниках фрукты или овощи из стран Евросоюза, Канады, США, Турции или из Украины, специалисты просят обратиться в региональное управление Россельхознадзора. 28 мая в Барнауле отметили День пограничника. Митинг традиционно прошел на мемориале славы, а вечером праздник продолжился в парке Эдельвейс. Гостями стали рядовые офицеры и отставные войск. К примеру, Александр Борискин свою границу охранял в далеких 70-х. Километры советско-японской линии проходил так, что помнит до сих пор. Службу выбрал делом жизни, а этот праздник превратил в семейное торжество, ни разу не пожалев о решении. Я в детстве, я зажегся, что я буду пограничником. Я счастлив, что я отдал Родине на службу государственной границы, на охрану. Я горожусь и своими товарищами, которые отдали за все это и свою жизнь. Для участников молодежного движения «Школа жизни» летние каникулы начались раньше, чем у сверстников. Всему виной тяга к знаниям. Практически. Пройти курс молодого бойца в компании друзей пожелали тысячи школьников, но оказаться на площадке спортивного лагеря «Колос» в рамках слета «Алтайский батальон» удалось не всем. Для тех, кто не смог провести три незабываемых дня в компании единомышленников, наш следующий сюжет. В одном строю и новобранцы, и бывалые бойцы слета. Пятый юбилейный призыв «Алтайского батальона» объединил более 500 участников движения «Школа жизни». Задача командирского состава – в первый же день познакомить ребят из разных городов и районов края. Сели в стали, сели в стали – это вовсе не гимнастика, а упражнения на объединение. Самый быстрый способ сколотить команду – озадачить ребят общим делом. В таких испытаниях лучше всего чувствуется поддержка и опора товарища. Отстающих нет, пройти курс молодого бойца стремится каждый. Мы выполняли как конкурс, что ли, такой был, и упало, поэтому полные кроссовки песка. Мне в первую очередь нравится организация самого этого проекта и сама идея. То есть, в принципе, в наше время она вполне актуальна, именно на сплочение тех людей, которые друг с другом не знакомы. Освоить навыки пожаротушения, разобрать и собрать автомат, научиться ориентироваться в лесу, попробовать себя в строевой подготовке – вот неполная программа трехдневного слета. Педагоги также не остались в стороне процесса. Нет, они вовсе не отдыхают. Для них специальные тренинги. У нас одна из ценностей проекта «Школа жизни» – это как раз патриотическое воспитание детей. И этот пятый, он серьезный слет, он не направлен на развлечения, не на спортивные мероприятия. Сегодня он направлен как раз в разрезе патриотики. Привить любовь к родине в таком легком познавательном формате – одно из направлений и отличий движения «Школа жизни». Именно поэтому новобранцев в Алтайском батальоне с каждым годом становится все больше, а география участников уже подошла к 20 районам и городам края. На заключительном мероприятии учебного года движения «Школа жизни» подвели итоги и наградили лучших наставников, студентов, педагогов и партнеров движения. Антон Киселенко, информационный канал «Город». Все билеты были распроданы задолго до представления. В столице края прошло грандиозное 3D-шоу студии танца «Лариса». Барнаульские танцоры собрали только самое лучшее из своих гастрольных туров по Италии, Германии, Индии, Казахстане, ну и, конечно, России. Последний раз такой мегаконцерт мы делали 6 лет назад, говорит Лариса Любивая, к юбилею краевой столицы. В этом году снова решили порадовать барнаульскую публику. Выступать перед близкими и родными, по словам Ларисы, вдвойне сложнее. Ответственность велика, а потому за всем происходящим на сцене она лично следила и за паратной, дирижируя светом и музыкой. Я заряжаюсь этим еще больше, наверное, чем артисты, потому что я понимаю, когда ребята танцуют лучше, когда танцуют хуже, когда у них определенная степень эмоций зашкаливает. И для меня это очень интересно, это моя жизнь, естественно, Я думаю, что я присутствую здесь всегда. В этот раз на суд зрителей танцоры представили лучшие проекты за последние 3-4 года. По достоинству их уже оценили за рубежом. Вот этому номеру, к примеру, рукоплескал Берлин. Сказки древнего Алтая специально были созданы для представления края в 2013 году на одной из выставок. А вот этот проект – результат работы коллектива этого года. 3D-мэппинг – новое направление в хореографии, когда изображение и танец сливаются воедино. Кстати, в Сибири подготовить такой номер, отмечают эксперты, могут лишь виртуозы, но и их единицы, в том числе студия танца «Лариса». Мы с Ларисой и Сергеем знакомы очень давно, любивая черняк Сергея, мы учились в одной группе, поэтому за их творчеством я наблюдаю очень давно, очень рада их росту, их развитию. Двухчасовое шоу в концертном зале «Сибирь» прошло на одном дыхании. Зритель ликовал. Сожалея лишь об одном, что такие мега-концерты, когда барнаульские танцоры, вокалисты и музыканты работают как единый организм, в Барнауле проходят нечасто. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Делайте ставки, дамы и господа, и не забывайте про шляпки. В минувшие выходные один из старейших подромов Сибири стал местом проведения скачек Гран-при Монте-Карло. Как развивается в краевой столице новая светская традиция, расскажет Илья Кочетков. Появить Александра в таком наряде где-нибудь на Ленинском проспекте, смотрели бы на нее недоумевающие, с какого эта девушка к нам пришла столетие. Зато здесь и сейчас именно она может смотреть на многих из присутствующих с удивлением. Господа, вы одеты неправильно, в отличие, мол, от меня. Это амазонка или английский охотничий костюм. То есть в данном костюме дамы охотились. То есть в конце 19-го, начало 20-го века у дам появились некие права, и они смогли выезжать на охоту наравне с мужчинами. Шляпки и перчатки для дам, пальто и фраки для господ. Таков дресс-код скачек Гран-при Монте-Карло, конных состязаний, которые проходят максимально близко к мировым светским стандартам. В 19-м и начале 20-го века это было любимейшее развлечение великосветской публики. Приходили на лошадей полюбоваться, ставки сделать, людей посмотреть и себя показать. Потом традиции забылись. Несколько лет назад культуру таких мероприятий решили в России возродить. Барнаул стал вторым городом после Москвы, где подхватили инициативу. Благо наш ипподром один из лучших и старейших в стране. И, конечно, было главное – скачки и забеги. Под топот копыт можно было делать и ставки от 100 рублей. В перерывах – парады шляпок, музыкальные номера. Многие зрители признают, пусть Барнаул пока, как говорится, и не Монте-Карло. Есть еще к чему стремиться и в плане организации соревнований. Но то, что в Барнауле развивается новая славная традиция – это уже очень хорошо. Футболисты Барнаульского «Динамо» заняли по итогам сезона четвертое место. За эту позицию волею календаря и случая в заключительном матче чемпионата им пришлось побороться с омским «РТШ». Встреча завершилась сухими нулями. Как отметил главный тренер гостей на послематчевой пресс-конференции, «Речники» наиграли на крупную победу. Удержать ничейный результат удалось в большей степени благодаря отчаянной игре Богдана Корюкина. Сини-белые за 90 минут создали лишь полтора голевых момента. Подопечные Олега Яковлева набрали 31 балл в 24 матчах. Этого хватило лишь для четвертого места. Первое у игроков смены из Комсомольска-на-Амуре. Примечательно, что этот матч стал сотым в карьере любимчика публики Евгения Щербакова. Они разными были. Они сто как-то разлетелись на много лет. Начало 18-19, где я дебютировал, были яркие. Как бы такое начало. Хорошие были года. Далее в нашем эфире необычное по формату интервью. Елена Кузовкина со своим сегодняшним собеседником встретилась в лесу. На свежем воздухе они занимались скандинавской ходьбой. Почему этот вид физической нагрузки так активно набирает обороты? И может ли скандинавская ходьба заменить фитнес? Узнаете прямо сейчас. Борис Германович, доброе утро. Здравствуйте, Лена. Мы с вами на лыжной базе «Динамо». С нами все необходимое – это лыжные палки. Да, да. Так вот, такой вопрос. С приходом более-менее теплых деньков я заметила, что на улицах города, в скверах, парках начали появляться люди именно с лыжными палками. Сначала это у меня вызывало улыбку. Но когда этих людей становится все больше, тут уже не до смеха. Что это? Ностальгия по земле, люди не могут расстаться с лыжами? Ну вот уже не смешно, потому что с палками уже, наверное, будут ходить сейчас больше, чем без палок. И зимой, и летом, потому что зима у нас длинная, дороги у нас скользкие и в городе, а также у нас есть трасса здоровья, где можно походить. И поэтому даже уже в городе, без всякого стеснения, это было, допустим, пять лет назад, как-то люди, ну, были единицы. Сейчас это стало массово. Это финны разработали и внесли в программу, школьную программу. Значит, и в дальнейшем, в 50-е годы, в 60-е, это стало распространяться по всей Европе. В первую очередь это по Скандинавии. С Финляндии перешло, естественно, в Швецию, в Норвегию. Они там быстро все перенимают. Появились специальные тропы, появились специальные палочки для ходьбы. Мне кажется, что после нашего с вами общения я займусь скандинавской ходьбой. Что нам необходимо? Какие палочки и как я должна их подбирать? Палки различаются, первое, принцип. Они бывают монолитные, уже одного роста. Второй вариант – это палки так называемые телескопические. Вот видите, здесь нарисованы ростовочки на большинстве палок. Встаем на ровное место относительно. Локоть, вот ставим ее в темляк, вот так вот просто. Вот видите, прямой локоть, вот здесь вот. Он у нас не вот так сделан, не вот так. Значит, палка идеально вам подходит по росту. Все просто. Ну что, в путь? Палочки подобрали, вроде бы все готово. Давайте, вот мы вам одеваем. Одевается темляк еще раз, как в лыжах, снизу. Ходьба должна быть простая. Плечи расслабленные. Значит, вперед чуть-чуть наклончик должен быть. Руки должны двигаться. Нога, если левая идет вперед, то рука, значит, идет назад. Ход абсолютно естественный. Это, наверное, самое естественное, что есть. Ходьба с палками. Вот взялись и пошли. И пошли. И пошли. Так, я не понимаю тогда, в чем физический эффект? Физический. Когда мы на лыжах, мы отталкиваемся. А здесь мы тоже отталкиваемся. Отталкиваемся палочками. Это незаметно в начале. Но когда вы пройдете достаточно километров, у вас заболит, если вы не ходили до этого, заболят мышцы спины. Вот здесь вот, прямо вокруг всего позвоночного столба руки у вас заболят. Это самый первый признак, что работают именно мышцы верхнего плечевого пояса. Мышцы спины. Значит, считается, больше затрачивается калорий в два раза. То есть, 90% всех мышц работает в скандинавской ходьбе. А вот в ходьбе простой только 45% задействовано. Какую протяженность необходимо пройти первый раз и как потом? Чтобы почувствовать эффект. Первый раз, ну, я думаю, тут все зависит от возраста, от подготовки. Начинать нужно с 3-5 километров. Ну, в принципе, 10 километров – это не проблема. Кому показаны вот такие занятия? Людям с какими нарушениями бездорожью? Вот раньше как-то считалось, что это более пожилым людям полезно. Я уверяю, что это абсолютно всем полезно. Вот это самый безопасный, во-первых, вид. Калорий сжигается больше, чем даже на велосипеде. И любому возрасту, как говорится, палочки покорны, так же, как и лыжи. Вот мы с вами сейчас в лесной зоне занимаемся. Ну, я видела, что и просто в городе люди ходят. Мне кажется, это не столь полезно, сколько вот сейчас. А знаете, не у всех бывает время, кто может в городе, пожалуйста, надо ходить в городе. Ходят женщины пожилые с костыльком, падают там это. Вот, палочки, рюкзачок на спину и пошел. И ты никогда не упадешь. У тебя палки всегда поддержат. Я вот просто в прошлом году был в Анапе. Люди идут, спрашивают, где вы купили палки, где вы купили палки. Вот, ну, я говорю, с собой привез. Ну, ходят по набережной все активно. На пляжах, вот, Турции, на пляжах этих, вот, раньше всегда можно было увидеть. В Европе. То есть это вообще... И вот сейчас радует, что и в Барнауле это все стало. Слово о палках. В магазинах нет дефицита? Ну, я думаю, что нет. А то скажут, какие вам палки, лыжные есть, таких нет. Я думаю, нет, я думаю, в магазине вам всегда объяснят, как их подобрать, какие палки лучше взять. И все будет зависеть от вашего кошелька. Вот, цена палок в магазинах города от 300 рублей и до 6, до 8 тысяч. А сколько в Барнауле таких, как мы с вами, теперь так скажу, есть какая-то группа официальная? Официальная. Группа вот была, была группа, здесь они собирались на Динамо, а сейчас они пока не собираются. Наверное, все научились, ходят сами уже. А еще очень большой плюс, что доказано, что скандинавская ходьба улучшает настроение. Вырабатываются специальные гормоны радости, и человек просто находится в какой-то эйфории. Я на себе это убедился. Вот мы с вами прошли приблизительно 15 минут. Да. Настроение улучшилось, дыхание участилось. Пока не чувствую, что физически я очень устала. Наверное, может быть, завтра маловато, маловато. Ну, ощущение хорошее. Ну, во всяком случае, прогулялись по лесу с приятным человеком. Я думаю, что стоит этим заниматься. Лена, обязательно. Так что занимайтесь скандинавской ходьбой. Укрепляйте свое здоровье, будьте веселы и бодры. Как мы с вами. Да. 27 мая в Барнауле оператор мобильной связи Теледва провел День открытых людей и организовал акцию «Черная пятница», предоставив клиентам своих фирменных салонов связи скидки на смартфоны, гаджеты и подключение к оператору. День открытых людей в компании проводят уже пять лет, а в Барнауле акция прошла во второй раз. В этот день посетители салонов связи Теледва могли пообщаться с теми, кто разрабатывает тарифы и услуги, обеспечивает качество связи и получить приятные скидки и спецпредложения. Мы предлагаем потенциальным абонентам скидку 50% на абонентскую плату на первый месяц для тарифов «Очень черный», «Самый черный» и «Сверх черный». За 169 рублей в месяц абоненты Теледва получают 3 гигабайта скоростного интернета и 350 минут разговоров со всей страной. И это не разовое предложение, а действующий тарифный план «Очень черный», его может выбрать любой житель края. Те, кто уже доверился Теледва, знают, здесь дешевле. Завтра в Барнауле ночью от 12 до 14, днем от 18 до 20 тепла. До встречи.